Привет, вы на канале Девайс. Сегодня расскажу вам о видеокарте от компании Pallet, модели GeForce GTX 1660 StormX и ее версии OC. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на эту видеокарту. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Видеокарта несет на борту 8 ГБ GDDR5 оперативки с шиной 192 бита. Обе версии видеокарты имеют заводской разгон, частота ядра у базовой версии 1785 МГц, а у версии OC 1830 МГц. Видеокарта создана на базе удостоенной награды архитектуры Nvidia Turing, обеспечивающей революционную производительность. Благодаря производительности, превосходящей возможности GeForce GTX 1070, видеокарта представляет собой невероятно мощную платформу для популярных игр, которая обеспечивает еще более высокую скорость в игровых новинках. Благодаря параллельному выполнению целочисленных операций и операций с плавающей точкой, технологии адаптивного затенения и новой унифицированной архитектуре кэш-памяти с удвоенным объемом кэша по сравнению с предыдущей архитектурой. Шейдеры Turing позволяют достигать отличной производительности в современных играх. Добейтесь еще более высокой производительности в игровых новинках благодаря инновационным графическим возможностям архитектуры Turing. Добейтесь отличной производительности и качества изображения при стриме на Twitch или YouTube. Специализированный аппаратный блок кодирования видео в GTX 1660 на 15% эффективнее видеокарт предыдущего поколения, а также оптимизирован для ПО, Open Broadcaster Software OBS. DRMOS, ранее доступная только на высокоуровневых серверных платформах, теперь используется и в новом поколении видеокарт Pallet. DRMOS обеспечивает низкую шумность и эффективное снижение тепловыделения в тяжело нагруженных цепях питания. Размер карты по высоте 17 см, длина 12 см, ширина 2 слота. В видеокарте 3 разъема, DisplayPort, HDMI и DVI-D. Обе версии требуют доп. питания 8 пин. Рекомендованный блок питания не менее 450 Вт. Охлаждающая система состоит из радиатора и вентилятора, которые рассеивают горячий воздух, предотвращая перегрев рабочих деталей. NVIDIA ANSEL. Мощный фоторежим, который позволяет создавать внутриигровые скриншоты на уровне профессионального фотографа. Теперь вы можете записывать свои лучшие игровые моменты и делиться ими, делая снимки в максимальном разрешении с охватом 360 градусов с поддержкой HDR и стерео. GeForce Experience. Стримьте игры, снимайте видео и скриншоты и делитесь ими с друзьями. Своевременно обновляйте драйверы и оптимизируйте игровые настройки. Приложение GeForce Experience позволит вам все это делать с легкостью. Я почитал отзывы в интернете пользователей этой карты и сейчас расскажу вам, о чем пишут владельцы. Начнем с негатива. Не очень красивая. Нет бэкплейта. Хотелось бы больше памяти. Нет VGA порта. Шумит при нагрузке прилично. Несмотря на компактность, занимает два слота. Вентилятор сдаёт посторонние звуки, но безусловно есть много и положительных отзывов, сейчас расскажу. Скорость работы. Цена. Низкая температура при максимальных нагрузках. Тишина работы. Хороший разгонный потенциал. Компактная. Есть ПО для разгона и контроля. Три тепловых трубки. Небольшое потребление энергии. Если вы уже обладатель этой видеокарты, в комментарии к видео напишите свой отзыв о ней. А в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этой видеокарты. Спасибо вам, что посмотрели до конца наше видео. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на наш канал и напишите комментарий. С вами был канал Девайс. Скоро увидимся.